Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость. И на этот раз правовая новость будет связана с центральной темой не только января, но, я думаю, и последующих месяцев. А именно, эта тема связана с коронавирусом, который развивается в Китайской Народной Республике. Дело в том, что государственными органами Российской Федерации предпринимаются определенные меры, связанные с борьбой с данным вирусом. Ну и в данном случае часть этих мер осуществляется Роспотребнадзором и непосредственно главврачом Российской Федерации. Что касается Роспотребнадзора, то на его сайте была опубликована памятка, связанная с коронавирусом. И там достаточно простые рекомендации сделаны, однако на них следует обратить внимание. Во-первых, указывается на то, что при планировании путешествий необходимо выяснить эпидемиологическую ситуацию в том регионе, в который вы собираетесь. Кроме того, рекомендуется при организации своего путешествия избегать рынков, избегать массовых мероприятий и массовых скоплений людей. Также рекомендуется защищать органы дыхания, питаться только термически обработанной пищей, использовать бутилированную воду, осуществлять общую гигиену, в том числе мыть руки. Ну и одно из главных таких вещей, то что при прибытии в Российскую Федерацию необходимо информировать о пребывании в Китайской Народной Республике. Что касается главврача, то здесь уже был выпущен юридический документ, а именно постановление. Оно достаточно большое, но в нем перечислен перечень мероприятий, необходимых для борьбы с коронавирусом, либо необходимых для недопущения распространения коронавируса в России. Во-первых, указывается на необходимость создания на местах, то есть в регионах, планов по предупреждению завоза вируса. Указывается на то, что необходимо провести определенные организационные мероприятия среди медицинских организаций, учреждений. В частности, необходимо выделить отдельные медорганизации, в которые непосредственно будут заводить больных, у которых есть подозрения на коронавирус. Будут также выделяться специальный транспорт, который будет транспортировать больных с подозрением на коронавирус. Ну и, наконец, при необходимости в медицинских организациях будет вводиться строгий противоэпидемиологический режим. Также указывается на необходимость обеспечения надлежащим объемом противовирусных препаратов, как в медучреждениях, так и в аптеках. Важно делается замечание о том, что необходимо осуществлять наблюдение за учащимися в ИСКНР, КНР. Ну, здесь, на самом деле, это действительно актуально. Я, например, достаточно часто посещаю Московский государственный университет, и там можно заметить, что количество китайских студентов значительно увеличилось. Поэтому, конечно, за ними необходимо осуществлять контроль, особенно если они приезжают из КНР, ну, то есть за период, когда как раз и обнаружился вирус. Ну, и, наконец, будет организовано усиленное несение санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Таким образом, как видите, государственные органы предпринимают определенные меры для недопущения развития коронавируса в России. Но, безусловно, для того, чтобы данный вирус не развивался в России, во многом это зависит и от самих граждан, которые достаточно ответственно должны относиться к своему здоровью и при первых признаках, естественно, обращаться к врачам. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.